Всем огромный привет! Добро пожаловать снова на мой канал! Я сегодня вообще без макияжа, так что не пугайтесь! Я сейчас приехала в магазин, у нас сейчас практически обеденное время, мне надо приготовить что-то на обед, и у меня нет размороженного никакого мяса или курицы. В общем, я приехала сейчас сделать небольшую такую маленькую закупочку. Ну, я бы даже не сказала, что это закупка. Мне надо купить курицу, чтобы приготовить сейчас обед. Кое-что для Матвея, салфетки у него закончились влажные, смесь. Вот, в общем, так по мелочи я сейчас куплю то, что мне необходимо прямо сейчас. А попозже мы уже поедем и сделаем очень большую закупку. Так что сейчас я вам сниму немножко, наверное, в магазине по мелочи то, что я прикуплю. А после этого я уже вам покажу дома большую закупку. Я не стану большую закупку снимать в магазине, потому что очень много нужно чего купить. Вот, в общем, если вам интересно такое видео, посмотреть, что мы сегодня купим, то, конечно же, оставайтесь со мной, не переключайтесь. Также, девочки, я хотела у вас спросить. Мне очень часто в последнее время поступают запросы, чтобы я начала снимать какие-то видеорецепты того, что я готовлю. Я иногда в видео упоминаю какие-то необычные названия блюд, которые многим неизвестны, и меня спрашивают, что это такое, и что им было бы интересно увидеть видеорецепты какие-то того, что я готовлю. Но я не знаю, будет ли это интересно всем. Напишите в комментариях, если я иногда стану разбавлять свой контент такими видео, или же, возможно, где-то вставлять в видео какие-то небольшие рецепты того, что я готовлю. Ну, не то, что рецепты, а как бы просто показывать то, как я это готовлю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, было ли бы вам интересно такое посмотреть. Буду ждать ваши комментарии, а мы с вами отправляемся в магазин. Так, мне надо взять вот такие вот куриные бедрышки. Я сегодня буду готовить очень вкусненький обед. И для этого мне нужна вот такая вот курочка. В общем, вот такая вот пачка получается 8,98 или же 9,50. Это зависит от веса. Вот есть побольше, она 10,22. В общем, я возьму вот эту вот упаковочку. Влажные салфетки для Матвея. Я больше всего люблю бренд Хаггис из салфеток. Салфетки от Pampers я не очень люблю. Хаггис, мои самые любимые. Возьму вот такую пачку. В ней 3 штуки. И она стоит 5,82. Так, смесь для Матвея. Он пьет только семилак. Ему уже 3 года, но он все равно у нас до сих пор пьет смесь. Он, конечно, кушает еду тоже. Но вот без этого молока он просто не может. Значит, вот эта пачечка, в ней 352 грамма, стоит 17,46. Я возьму две пачки, так как очень быстро она расходуется. Так, еще я куплю вот такую вот добавку для кофе, для Иришки. Она уезжает у нас уже на следующей неделе. Я знаю, что она такое любит. У них такого в Италии не продается. Возьму ее, чтобы она с собой забрала. Значит, такая пачечка. В ней 24 вот таких вот маленьких добавки. Они стоят 3,44. Кстати, вообще эту добавку для кофе мы покупаем, которая лежит в холодильнике. Но есть вот такой вот маленький вариант, который как консервочки. Их в холодильнике держать не надо. Так, возьму, Матвейки, вот такие жилейки. Конфетки в виде желе. Здесь 22 кулечка. И кулечки, по-моему, по 5 штук стоят. Стоят они 4,97. Закончились у нас одноразовые тарелки. Беру пачку из 100 штук. И здесь они стоят 6,18. Так, мне нужно купить краску для волос. Надо уже покраситься. И, кстати, в Телеграм у меня спрашивали, какой краской я крашу волосы. Вот моя краска L'Oreal Excellence Cream номер 4, Dark Brown. Уже очень много лет крашу столько этой краской. И почему я люблю именно вот этот вариант? Потому что здесь имеется вот такая вот как бы насадочка с расческой. Здесь она не нарисована, кстати. Она надевается на сам вот этот баллончик. И получается, как будто бы вы расческой проводите. И оттуда выходит краска. Так как меня красит муж. Да, девочки, сейчас в оморок не падайте. Для него это, конечно, очень удобно. Так как он не профессионал. Просто проводишь вот этой расчесочкой между волос. И даже, в принципе, по прядям вот так отделять не надо. Эта расческа проходит прямо в корне. И краска хорошо распределяется. И стоит, кстати, краска моя 8,97. Так, хочу взять еще Иришки тоже с собой. Чтобы она взяла вот такие вот салфетки для снятия макияжа от NeutraGina. Я знаю, что она обожает их. У них таких не продаются. И я постоянно ей их посылаю. Вот возьму такую пачку. Хотя вот здесь есть вот такая большая пачка. И в ней 2 пачки, по-моему. Или даже не 2, а 3, что ли. И получается выгоднее даже на несколько долларов, чем 1. Ну, я не знаю, наверное, переполнять ей чемодан тоже не хочется. Так, здесь еще есть вот такие. А, ну это вот такие, которые обычные вроде. Вот одна пачка стоит 5,47. А 3 вот такой набор 14,87. В общем, решила я взять вот эти, эти 3 пачки, чтобы я их надолго хватила себе. Я хочу взять тоник от NeutraGina. Хочу вернуться к своему уходу, которым я пользовалась очень давно. Еще до того, как стала выписывать бьюти-боксы. Потому что сейчас у меня с кожей творится что-то невероятное. Я уже просто замучилась давно. У меня не было проблем с высыпаниями. Даже, в принципе, в подростковом периоде не было. И я сейчас пытаюсь понять, что я делаю не так. Думаю, может быть, мне вернуться к NeutraGina. К умывалке и к тонику. Смотреть, если это поможет. Умывалка стоит 5,68, а тоник 6,87. У нас есть вот такая секция, где все продается для барбекю. И вот здесь продаются специи. И вот это одна из моих любимых специй. Теннесси. Теннесси – это такой штат. Яблочное масло переводится. Я обожаю просто вот эту специю. У нее имеется в составе коричневый сахар. И она придает такое, знаете, немножко сладость. И при этом очень-очень вкусная приправа. Вообще каждому блюду придает просто какой-то невероятный вкус. Так, еще мне нужно взять ополаскиватель для рта. Я беру вот такой. Мне очень нравится. Terra Breast. Называется бренд. Стоит он 7,67. Так, ну все. Вроде я взяла все, что мне нужно. Иду в кассе. Той чек у меня вышел на 120 долларов. Ничего не купила, в принципе. И 120 долларов. В общем, мы с вами увидимся чуть-чуть попозже. На большой закупке уже дома. Так, ну что, я уже здесь все разложила. Сейчас я вам по одному буду показывать. Взяли, значит, вот такие баклажанчики. Две штучки. Хочу сделать икру с помидорками. Вот, кстати, помидоры. Тоже для этого взяла. И лук тоже туда пойдет. И вообще лук дома нужен был. Лучок. Дальше у нас здесь вот такой вот соус-заправка. Это сладкая горчица. Это я взяла Иришки. И вообще это мой самый любимый соус. Для салатов, для всего. И Ире он тоже нравится. Я купила ей с собой. Она его заберет. Так, дальше у нас здесь салат Цезарь. Уже нарезанный. Постоянно его показываю. Практически в каждой закупке он у нас. Матвейка его очень любит. Там внутри уже все для салата. И зелень, и хрустики, и сыр, и соус. Так. Дальше макароны. Вот такие вот спиральки. Тоже Матвейка любит. Здесь у нас хлеб. Это чесночный хлебушек, который уже полуготовый. Его ставишь в духовку на 5-8 минут. И получается просто невероятная вкусняшка. Чуть-чуть такой поджаренный. С тесночком. Так, дальше у нас памперсы. Это Кримор. Заправка для кофе сладкая. Взяли сегодня вкус. Итальянский сладкий крем. Вот такие вот трубочки. Так, итальянские. Дальше взяли плавленый сырок. Две пачки. Иришка нам будет делать вкусный пирог сегодня. Так, не укает там. Укает, он радуется. У-у-у, сидит. Так, дальше два лимончика. У нас лимоны. Там уже на исходе взяла два. Это еще взяла лимонный сок. Тоже Ире понадобится. Что-то она будет готовить. Огурчик один вот такой вот взяли. Дальше это тоже для Иры. Тоже домой увезет. Это перчики халапино. Они уже вот такие вот нарезанные. Ее муж очень любит. Взяла баночку, она повезет. Дальше у нас клубничка. Две пачки масла. Это малинка. Помидорки черри. Здесь у нас картошечка. Такая вот светленькую берем. Очень для пюре. Она вообще обалденная. Дальше две пачки сметаны. У нас сметана продается и в банках. И еще вот в таком вот удобном формате. Очень удобно открываешь, выдавливаешь. Не нужно ложкой туда залезать. Дальше у нас появилась белая черешня. Она белая, розовая какая-то. Черешню обожаю. И, кстати, мне кажется, такую белую мы давно не ели. У нас в основном только темная бывает. Здесь у нас лавашики. Торти. Они у нас улетают просто. Матвей очень любит с крим-чизом, с Филадельфия-чизом. Так, помидоры я уже говорила. Авокадо. Три штучки взяла. Они уже такие дозрелые. Их прям вот сегодня-завтра надо съесть. А то испортятся. Дальше у нас молоко миндальное. Это я покупаю для кофеварки. У меня теперь есть кофеварка. И очень вкусно вот именно с таким молочком делать. С миндальным. Это просто молоко. Дальше у нас кинза. Два пучка кинзы. Здесь у нас колбаска. У нас продается вот уже такая прям нарезная. Это я взяла ветчину и индейку. Они обе какие-то медовые, сладенькие, в общем. Дальше у нас йогурты. Такие йогурты ванильные. Две штучки. И еще взяла вот такие йогурты. Они сверху с шоколадками. Но шоколад я выбрасываю. Или муж съедает, или Макс съедает. Но Матвею я даю вот как бы без этого верха. Когда Макс берет их в школу, он берет с шоколадом, перемешивает и получает вкусненько. А Матвейке я даю вот именно сам по себе йогурт. Мне очень нравится его вкус. Так, дальше у нас майонез. Это, кстати, обезжиренный лайт. Здесь у нас сок чернослива. Это мы покупаем для Матвейки, чтобы животик хорошо работал. Так, это я взяла гель для душа, для Стаса. Акс шоколадный. Пахнет просто невероятно шоколадкой. Так, это прокладки. Здесь, как они называются? Блин, опять забыла в русском. Ватные диски для снятия макияжа. Сырок. У нас сыр продается уже вот такой вот нашинкованный. Очень удобно, чтобы не шинковать. Дальше мандарины. Яблочки. Это сливки. Это просто невероятно вкусно. Вот такие вот маленькие сливы. Они называются череплам. Ну, как вишни сливы. Наверное, из-за размера они их называют вишней. Они просто невероятно вкусные. Хлеб. Этот хлеб уже тоже много раз показывала и рассказывала. Он не очень вкусный. Он тут как вата практически. Но он очень вкусный. Подходит для тостера. На завтрак. Так, здесь у нас осталось. Я к Матвеке купила новую бутылочку для сока. И это кофе. Тоже так как у меня теперь кофемашина. Это вот такое эспрессо. Мне его посоветовала племянница. Говорит, именно вот его для кофемашины. Он очень вкусный. Вот такая вот у нас получилась сегодня закупка. И общий чек у нас получился 212,61.